В Черкесске состоялась презентация проекта главы Карачао-Черкесской республики Рашида Темрезова «Кадровый резерв», направленного на выявление жителей региона, обладающих квалифицированными знаниями, стратегическим мышлением, потенциалом профессионального и личностного развития для дальнейшего их привлечения на управленческие должности в органах государственной власти. Более подробно о том, чему посвящен этот проект, мы поговорили с руководителем дирекции проекта «Кадровый резерв» Ибрагимом Татаркуловым. Какова суть проекта «Кадровый резерв»? Проект главы Карачао-Черкесской республики по развитию кадрового потенциала «Кадровый резерв» направлен на то, чтобы выявить жителей Карачао-Черкесской республики, обладающих необходимыми профессиональными знаниями, стратегическим мышлением, потенциалом профессионального и личностного развития для дальнейшего их привлечения на управленческие и иные должности в органах государственной власти Карачао-Черкесской республики, в органах местного самоуправления и на крупных предприятиях субъекта. Следует обратить внимание на тот факт, что данный проект относится к категории открытого. Любой желающий, гражданин Российской Федерации, возраст которого свыше 21 года, который владеет государственным языком Российской Федерации и не имеет неснятой или непогашенной судимости, может принять участие в данном проекте путем регистрации на официальном сайте. Следует отметить, что цель, которая поставлена главой республики Рашидом Бориспевичем в рамках реализации данного проекта заключается не только в том, чтобы сформировать и реализовать механизм отбора тех кадров, о которых мы говорили ранее, те, которые обладают профессиональными знаниями, стратегическим мышлением, потенциалом профессионального личностного развития, но и выстроить целую систему подбора, целую систему развития тех кадров, которые на сегодняшний день мы можем отнести к категории таковых. Для этого в рамках реализации проекта планируется реализовать и ряд других мероприятий, цель которых заключается в том, чтобы повысить уровень профессионализма, компетенции и обмениваться тем положительным опытом, который есть в других субъектах в реализации тех или иных направлений, в том числе и в первую очередь национальных проектов Российской Федерации. Расскажите более подробно об этапах реализации данного проекта. Если мы говорим об этапах реализации проекта, то он включает в себя четыре этапа. Первое – это заочный отбор. Заочный отбор, цель его заключается в том, чтобы в первую очередь собрать заявки, которые поступают на адрес сайта проекта, на портал. И затем после этого те, которые подошли по формальным требованиям, приглашаются на прохождение онлайн-тестирования. Следует обратить внимание на этот факт тоже, что Рашидом Борисовичем как раз поставлена задача, чтобы данный проект был максимально прозрачным и открытым. Как раз для этого и реализована система онлайн-тестирования, когда вы в спокойной обстановке у себя дома, либо на работе после окончания рабочего времени проходите тестирование в целях того, чтобы определить ваш уровень знаний, профессиональных компетенций, подходит или не подходит для того, чтобы пройти на второй этап проекта. По второй половине октября 2019 года уже планируется старт регистрации и спустя определенное время уже запустится онлайн-тестирование. После того, как те, которые набрали необходимое количество баллов, которые относятся к категории проходных, приглашаются на второй этап – это интервью по компетенциям. Цель данного этапа заключается в том, чтобы провести очное интервью с экспертами в целях определения компетентности и интеллекта. То есть, подходит или не подходит данный человек под те или иные позиции, обладает ли он необходимым уровнем профессиональных компетенций, обладает ли он стратегическим мышлением, что на сегодняшний день является немаловажным. Почему? Потому что те кадры, которые будут предлагаемый уровень кадровых решений, Рашидем Бориспевичем – это высшая группа должностей, это и ведущая главная группа должностей, то есть это достаточно серьезный уровень. И непосредственно те люди, которые будут проходить кадровый резерв и попадать в число лауреатов проекта, которым и будут предлагаться, в свою очередь, те или иные позиции, должны обладать необходимыми навыками и компетенциями, и в том числе и стратегическим мышлением для того, чтобы иметь возможность заниматься развитием отрасли или отдельных направлений. Третий этап – это оценка управленческих навыков, определение профессионалами в сфере оценки кадров управленческого потенциала и готовность к замещению руководящих должностей, в том числе путем решения отраслевых кейсов. Отраслевые кейсы – это заранее подготовленный кейс, та или иная проблемная ситуация, которая является характерной на сегодняшний день для той или иной отрасли или предприятия Карачао-Черкесской республики. И в рамках реализации данного этапа, этапа номер три, те участники проекта, которые вышли на этот этап, будут командно заниматься решением тех кейсов, которые перед ними будут поставлены, решением тех задач, которые будут поставлены специалистами в сфере оценки управленческого потенциала. Этап номер четыре – защита отраслевых программ. Она включает в себя подготовку и презентацию отраслевых программ перед экспертным советом, а также, помимо этого, и точечных проектов, направленных на социально-экономическое развитие Карачао-Черкесской республики. Следует обратить внимание, что данный этап включен в целях того, чтобы отобрать те инициативы социальные и экономические, которые, в свою очередь, могут быть на сегодняшний день актуальны для Карачао-Черкесской республики, обладать соответствующим уровнем перспективности и потенциалом для того, чтобы руководство субъекта со своей стороны оказало поддержку во включении их в федеральные проекты, в национальные проекты, в государственные и федеральные программы, в рамках реализации которых может быть выделена ресурсная поддержка для реализации данных инициатив. Кто входит в экспертный совет проекта «Кадровый резерв»? Следует обратить внимание, что данный проект имеет трехуровневую систему менеджмента. Первое – это экспертный совет, высший орган, который принимает стратегические и кадровые стратегические решения. Дирекция проекта – это орган, который отвечает за реализацию данного проекта, а также есть наблюдательный совет. Орган, который, в свою очередь, осуществляет общественный контроль за реализацией данного проекта. Следует обратить внимание, что наблюдательный совет будет сформирован из числа общественных деятелей, из числа тех людей, которые на сегодняшний день относятся к категории лидеров мнений, которые заслужили доверие населения Карачаево-Черкесской республики.